Детский сад 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 На протяжении всего этого периода, уже двух недель, пока шли каникулы у ребят, и пока еще вот эта неделя и следующая, будет возможность у педагогов протестировать вместе с детьми возможности дистанционного обучения. Огромнейшая работа проведена директорами школ, педагогическими коллективами по подготовке. Родительские собрания прошли уже порядка в пяти школах дистанционные. Родительские собрания – это тоже такой пробный процесс организации значительного количества родителей одновременно по работе с Родительским собранием. Сегодня завершают родительские собрания все оставшиеся школы, распределенные по времени, и вся информация родителям доведена. Кто-то подключился практически все, и получилось подключиться к каждому родителю. Есть школы, возможности сети интернет, которые не позволили сделать определенное количество больше, чем было запланировано. Но сейчас, в течение этого периода, еще раз говорю, сегодня завершатся все родительские собрания, и все собрания будут записаны и будут выложены на сайте своего учреждения именно с той задачей, чтобы каждый родитель обязательно посмотрел, ознакомился, может быть, где-то вместе с детьми, поняли, каким образом будет организован дистанционный процесс. Дело в том, что у каждой школы своя модель дистанционного образования. Выбраны определенные платформы, на которых они работают. Учителя обучались в том числе и на новых платформах, которые до этого они не знали, и сейчас используют, анализируют возможности все, которые предоставляются только сегодня российским рынкам. Что приятно, что на сегодняшний день это все бесплатные платформы, открытые свои ресурсы, и, соответственно, возможностей сейчас достаточно много. Поэтому каждая школа до каждого родителя должна донести свою специфику. В целом, проговорю, конечно, мы тревожимся за началку, потому что, безусловно, у маленьких детей первого-второго класса еще нет достаточно высоко сформированных навыков работы в дистанционке. Именно поэтому мы говорим о том, что в течение этой недели педагоги постараются провести тестовые подключения для того, чтобы ребята поняли, как чего и как раз многие родители пока будут находиться в нерабочем режиме, смогут ребятам помочь. Но мы все равно призываем родителей быть очень корректными и с пониманием отнестись именно вот к этой части малышей и к деятельности педагогов. Они будут различные, будут варьироваться, но какие-то нюансы могут, конечно, возникать именно вот в этой части. Нам предлагают определенное количество платформ и определенные виды платформ, как, например, вот платформа, на которую мы не рассчитывали, появилась платформа Сбербанка для реализации программ 5-8 классов. То есть это вот то, на что мы не предполагали взаимодействовать, нам она была спущена сверху, с удовольствием сейчас педагоги изучают ее возможности. Мы очень рады появившейся платформе «Фоксфорд», которая была всегда закрытой и была платной. Она сейчас является бесплатной и тоже огромнейшие возможности, которые предлагаются сверху. И Нижегородская область является вторым регионом, с которым «Фоксфорд» напрямую пытается взаимодействовать для того, чтобы обеспечить максимальный доступ к ресурсам своей платформы. Поэтому, а вот с точки зрения уже организационной, с точки зрения содержания, с точки зрения того, как проходит обучение внутри, с точки зрения того, как решает каждая школа задачи и так далее, это вот уже непосредственно наше решение, решение директоров школ, с которыми они сталкиваются каждый день и приходится принимать. В этом году нам было принято решение Департаментом образования, что все школы, кроме центра образования первого интерната и девятого интерната, были подключены к электронной платформе о мобильном и электронном образовании. То есть на протяжении всего года у нас в школах эта система работала, и педагоги ее осваивали и использовали в большей, меньшей степени. Понятно, что у каждой школы свои возможности, ресурсы и, скажем, мотивация для использования этой системы в работе. Поэтому, когда встал вопрос о карантине, первый этап, когда школа выходила на карантин, это уже не вызывало вопросов, эта работа шла дистанционно через эту платформу. И сейчас, когда встал вопрос о переходе на дистанционку, это не вызывает больших сложностей, потому что эта платформа по определению есть у всех школ. Данная платформа, у них есть уникальная особенность. Вы можете сами понять, что у ребенка западает, или что у ребенка не отработано, и выбрать ту тему, по которой совершенно спокойно вы можете отработать. То есть если родитель сам замотивирован и хочет помочь детям, вы не поверите, там возможностей огромное количество даже для расширения школьной программы, нежели как бы она ограничена тем курсом, который мы проходим. Есть у каждой платформы свои, еще раз повторяю, ресурсы и возможности. Где-то это может учитель сам записать заранее урок и выложить урок для своих детей, и параллельно ввести онлайн-трансляцию. Где-то можно записать прям кусочек урока, оставить и дети не в онлайн, а просто просматривать урок, выполняют потом домашние задания. Где-то, безусловно, будут задания, когда детям просто выдано домашнее задание по несложной теме, и ребенок совершенно спокойно с ней может справиться, например, касающейся ИЗО или что-то еще, и они могут решить таким образом ту или иную задачу, предметную самостоятельно. Значит, также есть возможности огромнейшего количества платформ, их порядка 15 платформ на сегодняшний день существует, где педагог может выбрать какой-то фрагмент урока из электронной какой-то школы, например, российская электронная школа, очень хороший набор предметных уроков, выбирают кусочек, показывают, потом обсуждают, по нему дают какую-то необходимую информацию. Что здесь важно? Очень важно, что уроки не длятся, как обычные, 45 минут, уроки сокращены до 30 минут в среднем, при этом работы за компьютером мы ориентируем педагогов от 10 до 15 минут. Это может быть 3-х минутное объяснение, 10-х минутное объяснение, это может быть дальше работа в онлайн-системе, но дозировано и к определенным срокам. Большинство школ сейчас вышли на такую платформу, удобную, организационную, где открывает родитель свой класс, электронный формат, и видит, какой урок, во сколько начинается, из какой платформы какой кусочек урока будет показан, какое домашнее задание дано, и когда дедлайн его сдачи. Таким образом, очень удобная форма контроля. Вот одна из форм, которую, например, разработали директора школ для удобства работы родителей и детей прежде всего. Мне очень понравилось, на одном из собраний один из директоров предложил, и я хочу с удовольствием родителям в этом сказать, мы просим вас до того, как начнется дистанционное обучение, чтобы у каждого ребеночка были закладки тех электронных платформ, которые есть, уже с введенными кодами, логинами и паролями, особенно у малышей, чтобы они их не искали, чтобы они их потом в них не запутались, где что вводить. Они, закладочки существуют, они закреплены, и ребенок в любую секунду нажимая, вываливается на ту платформу. Внутри семьи ребята могут сами распланировать, какой сейчас предмет более, например, важно просмотреть онлайн, но еще раз повторяю, что большинство предметов будет возможность просмотреть потом, спустя какое-то время, либо тот фрагмент урока, либо объяснение учителя. Более того, тот же скайп и огромнейшее количество возможных контактов, мессенджеров, которые существуют, мы сейчас еще несколько мессенджеров предлагаем педагогам освоить, для того, чтобы была возможность постоянного взаимодействия с ребенком. То есть индивидуальные консультации, через скайп, через какие-то еще другие ресурсы, они сохраняются, и возможность индивидуальной работы сохраняется. Более того, есть детки у нас с трудностями обучения, есть детки с ограниченными возможностями здоровья. Для них, понятно, идет индивидуальный план, и педагоги подстраиваются под них настолько, насколько это возможно. Есть дети-индивидуальники, которые всегда привыкли работать только в очном обучении, для них тяжело, у них будет смешанный режим, какая-то часть предметов не будут приходить педагоги на какие-то основные предметы, которые, скажем, считают нужным родители и педагоги. Какая-то часть будет проходить в стенсионном режиме. То есть максимально гибкая система, которая должна обеспечить потребности каждого ребенка. Но, конечно, мы давайте не будем питать иллюзии, что равнозначно научному обучению этого не произойдет. Наша задача – максимально сохранить качество, максимально дать возможность, именно чтобы ребенок слышал учителя, и максимально насытить хорошими предметными компонентами тот урок, который будет небольшой по объему. Понимаю, что есть часть детей, которые не справятся, и родители, им будет трудно, но для этого мы все время говорим, в школе должны быть горячие линии, которые помогают обеспечивать какую-то техническую поддержку, какие-то советы давать, как с этой ситуацией справляться. Есть на сегодняшний день понимание только касающегося переноса досрочного периода сдачи единого государственного экзамена. Он перенесен с апреля на период с 26 по 29 мая. Больше никаких официальных сроков переносов, касающихся экзамена, государственной итоговой аттестации у нас пока нет. Мы ждем. И как только у нас будет появляться хоть какая-либо информация, она сразу же будет доведена до родителей. Я призываю родителей почаще заглядывать на сайт Департамента образования, потому что там мы практически, ну, в течение, вот, онлайн называется режим, мы выкладываем практически все новости, какие-то изменения, которые происходят. То, что касается всероссийских проверочных работ, о которых все говорили, мы сейчас приняли решение, что мы относим их на май, а дальше в зависимости от ситуации будем понимать, как будет развиваться ситуация и будем ли мы их писать, или все-таки, как рекомендовало министерство, возможно, они будут проводиться в соблюдении всех санитарных и психологических требований, например, в очном режиме, микрогруппами. Все-таки дистанционный формат, когда мы не можем отконтролировать, скажем, объективность выполнения работы и кто находится с ребенком рядом, достаточно сложно. Поэтому здесь нюансы пока остаются, которые требуют еще пока дальнейшего решения. Все мероприятия, которые мы планировали в очном формате, переводятся либо в дистанционный режим, как конференция «Хочу все знать», а сейчас педагоги медицинского центра разрабатывают идею, каким образом это правильно сделать в дистанционном формате, чтобы провести. А многие мероприятия пока перенесены до особых распоряжений, которые, как у нас указано, и в соответствии с которыми мы живем. Вы знаете, я бы хотела призвать родителей только к одному. Вот спокойно отнестись к этому периоду. Я понимаю сейчас прекрасное напряжение, особенно 11-классников. Наверное, они самые тревожащиеся сейчас и родители, и дети. И, уважаемые родители, поверьте, что в любом случае Министерство просвещения, Министерство образования Нижегородского области, но, соответственно, мы здесь сильная инстанция, мы, конечно, будем создавать все условия для наиболее благоприятного периода прохождения потом, какие бы сроки ни были назначены. То есть в этой части. Более того, если родителям и детям нужны консультации по каким-то предметам педагогов, ни один педагог, ни одна школа не откажет в дополнительных консультациях, касающихся 11-классников, каким-то предметам, еще раз говорю, в дистанционном формате или в каких-то дополнительных занятиях. То, что касается всех остальных, особенно первоклассников, второклассников, родители, мы успеем с вами все сделать. Даже если что-то останется где-то недопонятым, что-то где-то не освоено, мы все потом добьем, мы все потом дорешаем, мы все потом дообъясним, и никаких проблем дальше у нас не будет. Я очень надеюсь, что мы достойно проживем с вами весь этот период. Сейчас самое главное, конечно же, это здоровье детей. И когда мы говорим про карантины все, про рекомендации, я еще хочу обратиться к родителям, чтобы все-таки они детям рекомендовали максимально большую часть времени проводить либо дома, либо на улице, но не в кафе, не в каких-то игровых форматах. Сейчас они, дай бог, будут закрыты, но кафе пока у нас любимое место времяпровождения наших подростков. Министерство образования Нижегородской области проводит ежедневные совещания по контролю и по пониманию ситуации в каждом районе. То есть это очень важно. Вот даже сегодня у нас состоится в 15 часов ВКС с министерством, где мы отчитываемся по готовности к эксплуатационному обучению. Мы за своих коллег, слава богу, не переживаем. Я еще раз говорю, мы опробируем достаточно серьезные форматы, которые, как нам кажется, должны хорошо сработать. Призываем только родителей к одному. Если возникают вопросы, всегда есть первая инстанция, это классный руководитель, всегда дальше есть директор школы, и поверьте, директора будут готовы на горячей линии отвлекаться на любые вопросы, которые есть. Если вопросы не решаются, то к нам. И уже на этом уровне вопросов как бы никаких не должно быть. Здесь мы уже решим любые позиции, подскажем и поможем как-то, что с этой ситуацией сделать. Чтобы не было здесь каких-то вот переживаний дополнительных, которых не нужно. На сайте департамента представлены все горячие линии. И по дошкольному образованию, она сегодня не смолкает горячие линии по дошкольному образованию и по школьному образованию. То есть любые направления по реализации доп. образования и по здоровью все горячие линии указаны. То есть любая информация, которая у нас есть, мы готовы делиться открыто. И сама я постоянно на линиях разговариваю с нашими горожанами, с нашими родителями.